Еще 384 ставропольца победили коронавирус. Всего за время пандемии с меднаблюдения сняли уже 19247 человек. Об этом рассказал Владимир Владимиров. В клиниках региона продолжается тестирование, в сутки проводят до 7000 исследований. За минувший день диагноз подтвердился у 215 жителей края. 5 пациентов, несмотря на все усилия врачей, скончались. Губернатор подчеркнул, вирус по-прежнему несет опасность. Владимиров призвал земляков соблюдать правила эпид-безопасности и избегать ситуаций, в которых легче заразиться. В селе Дивном развернули госпиталь для лечения коронавирусных больных на 117 коек. Меры борьбы с инфекцией губернатор Владимир Владимиров обсудил с главой Апанасенковского муниципального округа Владимиром Ткаченко. В районной больнице создали все условия для лечения пациентов, подготовили и медиков, а также установили газификатор, который обеспечит кислородом каждого больного. А вскоре в клинике оборудуют собственную лабораторию для проведения тестов. Изначально мы формировали центр города Ставрополь и Кавказские минеральные воды. Потом начали потихоньку круги отрезать, нарезать, потому что все-таки заполняемость огромная. Потом еще и еще. И сегодня фактически у нас ваше направление полностью патало для нас закроет и полностью панасенки закроет. И частично, может быть, саргиры возьмем, то, что в буденок не зайдет. Обсудили также сельское хозяйство. Несмотря на засушливый сезон, в округе собрали 300 тысяч тонн зерна и уже заложили урожай будущего года. Занимаются в территории вопросами улучшения качества водоснабжения. Уже начаты работы по сбору документации для проектирования очистных сооружений, дополнительного водоема. И все мы, в том числе, надеемся на то, что эта программа все-таки будет выполнена. И в 2022 году начнется строительство этих очистных сооружений. В Невиномыске продолжаются работы по замене лифтов в многоквартирных домах. Специалисты уже установили 28 подъемников. На реконструкцию каждого уходит до трех месяцев, поскольку к новым лифтам нужно оборудовать и машины, и помещения. Подъемники плавно и почти бесшумно передвигаются между этажами. Перед запуском их тщательно проверяют сотрудники Роских надзора. В этом году в Петровском округе отремонтировали сразу несколько участков дорог. На данный момент привели в порядок полотно в селе Высоцком, Константиновском, Шведино и Благодатно. Также специалисты недавно обновили 8-километровый участок трассы Константиновской Кугуты. Работы прошли в рамках краевой программы развития транспортной системы. В Кисловодске начали строить новый корпус детского сада номер 8. Это принесет образовательному учреждению 40 дополнительных ясельных мест. Специалисты уже залили фундамент и начали возводить стены. Внутри объекта разместятся музыкальные и спортивные залы, а также живой уголок, пищеблок и медкабинет. Работы пройдут под эгидой нацпроекта «Демография». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова